Здорово, на связи Шамшурин и обещанное мною тебе видео вопрос-ответ эпизод 5 эпизод как эти звездные войны короче смотри продолжаем вчера не успели когда биб выйдет видео не знаю ну выйдет привет мне 28 недавно понял что просрал свою жизнь просто с ума схожу пытаюсь мотивировать себя режу руки я надеюсь это переносным смысл но когда пытаюсь подойти к девушке просто трясет всего сердце выскакивает пока только через инет знакомность но они сразу меня раскрывает даже по взгляду говорит видно что не уверен в себе что неудачники все мне это говорят лицо херово часть как же я стану уверен в себе если все посылают я девственник и отношений не было вешаться 28 лет чувак ну неужели в том городе всех проституток собаками вытравили или что блять если бы я был в 28 лет девственником я бы в тот же момент когда осознал что девственник пошел бы снял себе шлюху как бы в крайнем случае как же я стану уверен в себе иногда кажется что судьба такая быть одному вот почему ни одна девушка не помогла мне за всю жизнь через чувак во первых я думаю что тебя неправильно воспитали в плане того что ты считаешь тебе весь мир чем-то обязан ты нахуй никому не нужен мужик как бы так же как и я как и тима в принципе простите за мат кроме своих родителей пожалуй да и в принципе иногда бывает ситуация когда ты родителями слава богу не про меня вот и почему они должны по твоему тебе помогать они должны дать самому лучшему мужику и родить от него потом они должны помочь сами себе в жизни в их понимании помочь самим себе это найти себе мужика с которым они будут трахаться брать его деньги не знаю там он будет там кормить по эти защищать и так далее я думаю что никто благотворительностью не занимается в наше время поэтому с такой позиции можешь сразу это пойти застрелиться то есть если ты ничего не поменяешь то так ничем не изменится так увидела что сейчас сейчас спасибо увидел что не что не уверен себе но и мог помогла бы конечно блять чувак еще раз тебе говорю что никто не обязан тебе ничем помогать в этой жизни с такой позиции ты в жизни никогда ничего не добьешься вообще год уже не пытался ничего изменить вот только твои видео и все или чему вот все это нытье может не знаю приходи на тренинг возьми себя за яйца заработай сотку заплати за тренинг прийди ну как бы стань мужиком в чем проблема иди устройся на работу съесть от родителей 7 си шлюху блять не знаю запишись на бок что ты ноешь блять так привет владимир скажи пожалуйста надеюсь на твою искренность у меня есть постоянная девушка которая меня полностью устраивает во всех отношениях очень красивые умные и так далее в плане эмоций в интимном плане все хорошо блять чувак как тебя завидует а стоит ли мне записаться на твой тренинг если я хочу просто повысить уровень общения с людьми получить навыки для укрепления отношений просто стать лучше чем есть заранее спасибо но однозначно любой тренинг как бы он его стоит пройти как бы она уговаривать тебя или убеждать в том или в обратном я не буду как бы но что касается тебя уже есть девушка как поможет этот тренинг он тебе поможет выработать позицию сверху по отношению к ней то есть когда мужчина понимает что у него больше нет альтернатив в плане там секса или общения женщины отсюда начинается при смыкании перед женщиной и шантаж дой так называемый когда она понимает что типа сейчас тебя брошу ты никого си не найдешь там лучше меня бла-бла-бла и мужик вынужден идти на ее условия когда у тебя нет проблем пойти за день познакомиться с десяти девчонку десятью девчонками на этом или коммуницировать с людьми то это так иначе будет транслироваться твои отношения с ней и ты будешь уверен в себе и она будет еще больше любить плюс это помогает по бизнесу по коммуникации по работе по карьере потому что потому что как бы ну ты спросил я ответил мы сейчас находимся с ними чего в честерфилде это на новом арбате на самом деле да простит меня честерфилд если кто-то из его представителей увидит это видео но это самое что ни на есть быдло клуб в котором тусит каблук но и не странно днем здесь более-менее прилично кожаная мебель пускай ты захочешься вечером ты видишь только пьяных обожатых малолеток и гопников спортивных костюмах значит я сегодня вообще ходячий позитив новый вопрос привет мужик иногда при знакомстве затрагивает тему секса интима многие девки воспринимают это негативное общение портится интересно твое мнение стоит избегать этой темы именно при знакомстве вообще я часто говорю про секс при знакомстве возможно себе тоже возможно это но не всегда хорошо потому что блин такая прикольная девка белых штанов да у нее это задница класс тима забей смотри то есть это определенный риск конечно лучше до секса вообще не говорит про секс больше не нет ничего такого не будет спасибо вот но я могу себе позволить потому что мне пофиг тем самым ты выработаешь непривязанность к результату значит вопрос в том что стоит ли избегать этой темы именно при знакомстве ну как бы прям уж избегать не стоит но перебарщивать с этой темой тоже возможно не нужно здорово мужик скажи как знакомиться в клубах или сними видео на эту тему очень важно но ближайшее время видео на эту тему не будет без комментариев вопрос пригласил на чай она сказала чая дома папе гениально а где подробности если сейчас подойдешь к телке на улице скажешь привет там пойдем ко мне на чай 990 999 из миллиона скажет тебе нет надо конкретизировать вопрос если ты сидишь на свидании там возбуждаешь ее там она уже все там готова она все понимает если ты ей может быть говоришь что-то про чай возможно там будет другая реакция все стороны но нет вопроса нет ответа может во привет респект за видосы вообще за методику оригинальный стиль вопрос следующий не раз на практике и только я замечал если девушку привел домой и как получилось то что жал но не прожал на секс по разным причинам все как правило она больше не вызванивается хотя интерес доверит до момента провода домой на уровне если же поражал то там понятно все почему так происходит это как минимизировать такие отморозы со стороны девушек дальнейшем ты значит вообще я хотел бы шепты постепенно отказывался от термина поражал не поражал то есть я последнее время отказался от темы термина прожимать не прожимать я привожу девушку она блин она возле моего дома короче нет вот я говорю все там ну я тебя приглашаю в гости то есть это уже когда мы по факту перед подъездом она начинает говорить куда ты меня привел что ты хочешь зачем ну то есть ей же надо это все показать я говорю слушай я тебя приглашаю в гости подняться ничего такого что ты сама не захочешь я с тобой делать не буду ничего плохого только хорошего процента проходи нет давай я вызову тебе такси ты увидишь когда это говоришь искренне с полный полным отказом от результата она работает девушки да погнали тебе вот по поводу того поэтому как бы старайся не прожимать а заинтересовывать и возбуждать так чтобы они сами на тебя набрасывались по поводу того что почему это происходит ну если ты практикуешь как бы мою модель соблазнение ты подходишь ты весь такой необычный да там уверенный бла-бла-бла она думала наконец-то нормальный парень который не будет со мной пятьдесят семь свиданий ходить по кино и по домино и так далее наконец-то еще раз напомню как это одна моя знакомая женщина психолог если женщина пришла к тебе вечером она должна быть либо женщиной либо никем то есть открыта чем что если девушка уже пришла к тебе домой какая необычная девка значит она принципе уже готова на секс если бы она была не готова но в большинстве случаев всегда есть клинические случаи там исключения дебилизм людской и так далее в большинстве случаев его девушка как бы девушка готова к тому что был секс иначе бы она просто под любым предлогом туда не пошла вот значит вон чувак гулять с девушкой видимо у них мужской свидание лечет а вот он вообще не тянет на на ее парня по девку такая прикольная как так вообще не понимаю как так вообще не понимаю ну и он что-то и рассказывает то есть видимо это как бы нет то есть они знакомы я просто пытаюсь понять часть ситуации как такая девка оказался таким чуваком вот смотри да не суть что хотел сказать то то есть да и то надо будет наконец-то нормальный парень а приходите домой ее задача там тоже свалить себя ответственность показать что я не такая то есть показать что вот это ты сейчас меня пытаешься трахнуть а я не такая мне не надо видимо ты где-то недостаточно возбуждаешь ли проявляешь настойчивость там потому что тут не только надо руками возбуждать еще словами надо параллельно говорить какие-то штуки то есть но допустим на тренингах я об этом говорю подробно вот и то есть но это в стиле ты начинаешь лезть рукой куда-то туда нога тубери руки а сама особо сильно допустим не сопротивляется и человек убирает руки парень убирает руки а потом то есть она думает нафиг я такой мужик который не смог меня взять и у меня пропадает к нему интерес вот и все это физиологии это инстинкт и так далее меня было такое до пикапа много раз и один из случаев я помню четко когда я познакомился с девушкой так довольно грубо потому что что-то мне тогда все там как бы подвыбешивала я короче с ней был довольно груб вот и и да я все на девок отвлек да устал ребят прикиньте некогда вот пойти и самому для себя познакомиться там или сходить на свиданку правда вообще зашился короче хоть клиентов от меня значит кстати по поводу отдыха в конце августа где-то после двадцатого мы едем на кипр кто с нами погнали то есть информация об этом выйдет в одном из следующих видео там будет информация для записи для связи с нами и так далее будет очень классно айнапа это очень тусовое место как бы в плане девок там их просто гора вам не будет кликаться у меня была ситуация когда я познакомился с девушкой она меня пригласила к себе сама домой она там надела халатик что-то там порезала еды там накормил меня напоил потом я лежал диване на прям села так рядом даже вот так на меня как-то в итоге ну я ничего не делал мы лежали смотрели телек через какое-то время нагрессу с чувак ну вообще как бы поздно да давай я пойду спать там тебе пора ну то есть она поняла что от меня ждать нечего и ну и меня слила хотя девка прям не сама до этого звонила писала то есть прям такая там любовь морковь вот и да вы куда-нибудь в сторонку пока поставьте и сразу счет принесите вот значит и как бы а я потом не понимал почему на следующий день она резко начала практически но не вызваниваться там через три раза она берет трубку четвое я сегодня с подругами не могу дать она слилась в итоге правда прошло несколько как бы лет и я встретил на набережной в самаре как-то понял что она толстая у нее волосатое лицо я тогда искренне понимал почему я убивался думал блять там что не так там мир там отвернулся от меня ребят все очень просто ну так устроены женщины с этим ничего не поделаешь что-то с этим делать значит так ладно следующий вопрос понеслась здорово мужик на твоем сайте есть видео курс взятый с твоих тренингов какой какие-то бонусы это может реально чем-нибудь помочь если да то чем блять чувак это полноценный тренинг угадать чем он тебе поможет просто единственное что тебя никто не пинает то есть это как в онлайне да то есть но в онлайне ты можешь там находите к друзей здесь ты тоже можешь кинуться с другом деньгами и купить этот курс вот это такой же тренинг это запись этого тренинга единственное что запись довольно старая сейчас буквально через там две-три недели мы обновляем это будет допустим курс легкие знакомства как привычка 20 это запись моего индивидуального тренинга будет где информация будет гораздо больше она будет обновленная то есть вот это полноценный тренинг чувак если девушка так 35 если девушка например 23 тебе на порядок меньше стоит ли брать насчет возраст его я думаю что не стоит когда девки начинают спрашивать про возраст можно единственное как-то парировать что ты знаешь но если хочешь присунуть честно говоря до секса можешь соврать а а потом расскажешь но если хочешь быть искренним и честным потому что я считаю что нужно быть именно таким то бля там такая общая прошла просто пипец короче ну говоришь что ты знаешь возраст мужчины это не его года да то есть это его жизненный опыт его вообще какой-то там мозг и ум у меня есть там реально представители мужчин когда им по 19 лет была не служили в горячей точке по контракту есть там некий илюши которые там в 35 лет жил с мамой но о чем тут говорить здорово мужик и у меня такой вопрос на днях подошел девушки начал общаться только она сказала что у нее есть парень и у меня сразу стала каша в голове ешкин кот у меня есть ее номер телефона при этом она еще номер дала стоит ли ей позвонить и объясниться перед ней что вот так и так встала каши что хотел бы встретиться пообщаться да естественно стоит встречаться но чувак вот судя по тому как ты это выражаешь объясниться перед ней каша в голове у нее парень поэтому все пиздец общаться нельзя посмотри как минимум все видео моего канала пойми что тебе надо срочно менять мышление представь себе ситуацию что завтра конец света а нет война ты умираешь с голоду и и ты идешь по дороге уже еле-еле с последних сил и видишь валяется какой-то пирожок короче погрызанный гамбургер и ты такой бля еда короче ты начинаешь к нему так уже подходите какой-то чувак вылазит на твоей дороге говорит слышь это мой гамбургер и ты не смотришь такой во время надо начать сделать крупный план в это время я думаю когда у тебя станет вопрос выживания ты просто перегрызешь ему глотку лишь бы только сажать этот пирожок первым поэтому когда мне парни говорят там у нас были ситуации когда допустим этом знакомство с девушкой все нормально там и она давала телефон а потом нарисовывать там ее клоун и говорил что типа слыша че ты не спросил есть не парень или нет слушать чувак но если ты будешь у всех девушек спрашивать есть них парень или нет то будешь дрочить до пенсии ну надеюсь пример с пирожком был понятен да что но если тебе женщина нравится тебя не должно ничего останавливать я не говорю каких-то крайностях чтобы должен пойти убить там кого-то и что-то еще но суть мужчины в том что нравится бери не нравится смотри как другие берут значит так на связи мужик недавно во время общения с девушкой спросил что за пятно у нее на на коленке сделать типа анти комплимента на толком ничего не ответил но здорово покраснела почему значит у нее какой-то с этим связан таракан возможно какая-то там родинка из-за которого комплексуют еще что-то чуваки то есть по поводу анти комплиментов так называемых нек хитов там которые очень известны на в пикапе то есть их надо тоже очень аккуратно делать то есть старайтесь если будете их делать делать их относительно того что в принципе поправима если у девушки нос как у орла да там допустим не надо говорить что у тебя нос такой вот потому что но нос это сложно да понятно что в наше время можно и член пришить на лоб но или если у нее там сумочка не подходит платье это вот другой вариант да то есть понятно что сумочка она потом задумалась дай взяла другую там поменяла не знаю сходила домой переоделась но если ты говоришь относительно каких-то физических там вещей недостатков не знаю родник чего-то то есть но зачем вообще ребята вот некоторые тут думают по поводу анти комплиментов вы как бы это делайте их тогда когда это нужно делать если девка там что-то выпендривается у нас короче мишка у меня друг такой есть да я про него говорил у нас бы такой прикол миша любил прикалываться на девкам когда мы садимся в каком-то кафе там и девушка начинает выпендриваться там что-то я модель и он любил так громко на все кафе ты модель ты модель я даже в это время как правило что в таком что мы там по-своему прикалась ну как бы это нужно делать как бы к месту к месту да о привет пожалуйста ответь на этот вопрос а есть одна девушка которую я влюблен она самая лучшая из тех с кем я знакомился за год для прикольные слова мужик я и музыка такая лирическая как бы я хотел написать это как на какой-нибудь девушки то есть потому что я в активном поиске жены и надеюсь что я скоро найду она самая лучшая из всех с кем я знакомился за год и я ей нравлюсь но она знает что я пикапер поэтому я не пропадает чувство тревожное думаю что я в это же время общаюсь с знакомыми другими как мне доказатель что я этого не делаю хочу быть с ней но как бы делать что-то для нее хорошие не знаю будет будет самый лучший мужчина и в ее жизни если коротко и с другой стороны в этом даже есть некий плюс то есть она будет все время в тонусе то есть если говорить про отношения то с точки зрения эффективности для тебя еще быть отношения были крепкими ты должен позиционировать себя так что ты должен дать и понять что ты любишь и чуть меньше чем она тебя то есть как бы ты в любой момент готов все бросить и уйти тогда будут прям вот офигенские отношения значит просто будь самым лучшим мужиком чувак то есть посмотри какое-то мое видео про влюбление еще прочет вот значит вова привет из минска после онлайн-тренинга который был в январе ситуация девушками все лучше и лучше спасибо мужик за искренность невероятную преданность делу была бы возможность поработал бы на тебя работал бы за еду на как гастарбайтер вопрос слушай такая беда в обычной жизни сильно матерюсь сказывается работа строительная сфера так вот какая есть как я себя вести при знакомстве я стараюсь без мата но когда но когда сука проскочит меня как будто током прошибает и немного отмораживать что делать полностью искренять мат или просто нарабатывать дальше уверенность чтобы не отмораживаться по скриптам как-нибудь приеду москву просто искренне сказать спасибо за и пожать руку бля мужик спасибо нет но как бы мужик без мата никуда наверное да то есть я бы все-таки наверное немножко его это научился контролировать то есть когда нужно я не ругаюсь да не нужно ну наоборот соответственно попробуй это контролировать здорово вован спасибо за твои видео меня вот такой вопрос как знакомиться строить отношения с девушками правильного в кавычках воспитания так называемых девственниц пятом поколении но опять же каждый девственница в пятом поколении не факт что когда она приходит домой она не трахать себя вот таким вот большим черным резиновым членом то есть а тебе что ты делаешь поэтому вот это вот понятие что там правильного воспитания то есть это вот токов как бы твоя интерпретация если они тебе об этом говорят это не значит что они такие как с ними общаться точно так же как и с остальными ну как-то так чего как ты настраиваешься на какую-нибудь важную встречу и тому подобное то есть ты напряжен взволнован но вот как выйти из этого состояния как убедить свой мозг что ничего плохого или опасного нет хороший кстати вопрос так как настраиваться на какую-нибудь важную встречу смотри но да подожди ты как бы смотри смотри что за встречи да то есть можно если ты едешь какую-то там свиданку ли куда-то можешь или даже если по работе ешь попробуй подойти к нескольким девушкам перед этим познакомиться могут слить да есть риск ты же понимаешь что это жизнь попробуй заранее пора играть эту ситуацию в голове примут вообразите в картинках как ты приходишь как ты что-то говоришь как кто-то как этот человек который проводит у тебя собеседование сосет у тебя ну как бы там причмокивая ты улыбаешься ежда я пожалуй приду к себе на работу не знаю представь что там зайчики какие-то то есть вместо этих людей которые хотят ну как бы ждут от тебя чего-то самый главный рецепт и просто не оттягивай то есть бы задача переключить переключить фокус внимания бля все время отвлекаюсь короче да я смотрю на телок ребят потому что мне тупо некогда с ними знакомиться прикиньте какой пиздец блядь да вот а значит ну как то так чувак я не знаю ответил это вопрос или нет то есть надо сидеть прям заморачиваться да я щас как бы не рожу на ничто более умную так что я вспоминаю себя когда у меня была эта фобия эти панические атаки то есть у меня просто колотилось сердце бы и я ничего не мог с кем поделать как бы я себя не уговаривал я ничего не мог с кем поделать что бы я не придумал именно на физиологическом уровне на психосоматике как бы меня колотило и я просто шел в этом состоянии есть еще вариант расслабиться и попробовать просто не бежать от этого волнения а именно прям раствориться в нем искать да я волнуюсь поискать где она чё на попробуйте его почувствовать пожить в нем и идти в нем же не будет жизни ситуации когда вот раз ты если кто-нибудь изобретет какой-нибудь укол там такой чтобы не волноваться то он будет молодец как подкатить к женщине в возрасте 45 лет мне 24 я от одного и вида кончая в парке мы часто встречаемся взглядами но завести какой-то диалога завести какой-то диалог я не решаясь какой процент вероятности что она пойдет на контакт как и в любом деле при любом знакомстве процент вероятности 50 на 50 сейчас ребята ждите я щас себе вот сделать баннер напоминание воскресенье 1650 как подкатить женщину в возрасте 45 лет мне 24 я от одного вида то то там и часто встречаемся взглядами завести какой-то диалог я не решаясь какой процент вероятности что она пойдет на контакт чувак как и в любом деле при любом знакомстве процент вероятности 50 на 50 кто не пробует тот вообще ничего не получает поэтому она пробуй возможно тебя пошлют возможно нет но поверь мне если женщина 45 эти 24 вы еще пересекать взглядами она только и мечтает о том чтобы она тебя трахнула как правило если вот такой тандем возникает это женщина тебя трахать она только и ждет чего когда ты к ней подойдешь но она женщина поэтому она не будет делать первый шаг поэтому продолжает дальше смотреть на нее действует чувак я шучу конечно привет общался с девушкой очень понравилось был секс один раз и а потом она слила меня я понимаю почему я понимаю почему так вот такой вопрос спустя три года посмотрел ее в контакте хочу снова затащить ее в койку стоит ли заморачиваться как думаешь помешает ли прошлое неудачи которые остались я бы не стал чтобы долго не рассказывать здорово мужик расскажи пожалуйста как избавиться от социофобии соответствующих короче все что касается социофобии я вам еще раз говорю ребятам я чувствую что среди вас очень много людей которые понапридумывали себе какую-то социофобию какую-то хрень там да что вот я боюсь там я волнуюсь чуваки это волнение то что я говорю про себя про социофобию которая была мне это несколько другое об этом я как-нибудь сниму видео возможно это будет в книге там и так далее но сейчас это ребята но это очень долгая тема и скорее всего все просто что-то придумали услышали название вам понравилось ну как бы у меня с этим связано очень много болезненного и тяжелого там и об этом очень долго рассказ я как-нибудь расскажу ребят реально нужно просто собраться и вспомнить это вот есть такое мнение что вич не существует и его это крупный наебалово 21 века из-за бабок уменьшилась рождаемость его толком не научились выявлять такой вопрос что думаешь по этому поводу как часто пользуюсь в принципе гандоном презервативом пользуюсь всегда как девки реагируют если хочешь без секса спасибо у меня часто бывает что девки говорят давай без презерватива я говорю нет типа там еще есть чай вот чувак вот ну предохраняйся да и не думай о плохом не бойся а то сбудется понятно что ты будешь это без презерватива залазить на бомжих возле курского вокзала каждый день то ты получишь то что ты хочешь не надо доводить до маразма предохраняйтесь и все как в общем такая ситуация на работе понравился одна девушка подошел познакомился вытащил на свиданку единственное ее смутила разница в возрасте ей 23 мне 24 ой а ей 23 мне 32 а так вроде все прошло отлично и вот мы через несколько дней обувь в отпуске в другом городе я ей звоню милого болтали она пока не может встречаться надо к родителям съездить в другой район ладно думаю потом позвоню звоню она недоступна так несколько не вайвер в сети пишу и что все ерунда в игноре я в игноре что за ерунда я в игноре чувак какие претензии никаких претензий девушкам быть не должно кто-то ерунда я в игноре блять чувак что за бред она нет нет просто есть сеть не ловит когда снова приехал в город скинула мне другой номер правда сказал что не получится его не встретиться так планировать с сестрами короче мне кажется я навязываюсь если бы захотел наверняка что нашла бы время или я не прав чувак вот то последнее предложение она ответила на твой вопрос привет вова расскажи как можно избавиться от блять застрелитесь ребят нет не сейчас например такая ситуация приходишь в кафе заранее говоришь девушки что попить кофе чая она говорит внезапно что поесть и успел и хочет взять вот эту эбалду за 700 рублей что делать оплатить не вариант а не оплатить как ну не знаю чувак если ж ты как бы такие ситуации могут случиться да если уж ты пригласил девушку на свидание то ну я думаю надо иметь какие-то деньги в запасе вот как то так ну как то так почему девушка нормально с тобой общается когда делаешь вызов много ну выпендривается чуть не сливается хотя перед тем чуть не сама предлагала погулять значит где-то не до конца заинтересовал как заинтересовывать девушку и так слушайте курс владимира шамшуйна сейчас я чувак буду сидеть и рассказывать тебе три часа как заинтересовывать девушку записывайся на тренинг расскажу это долгий рассказ хотя не не сейчас мужик реально вот вот стой ты да сегодня у меня кстати я сегодня одел костюм унылого говна для тех кто считает что я сегодня злой и много матерюсь то есть и он с меня еще ты это застрял в моем молнии не снимается ну вот стоит ли вызванивать просто поболтать после первого свидания если секса не было просто на второе могу вызвать только через неделю что посоветовать ну я думаю можно и вызвать вова есть такой момент у меня возникла мысль на то чтобы развить твой проект таким образом значит я сам из твери подхожу к девушкам провожу свиданки готовы дальше делать какие-то фасты взрывы не знаю с девушками я хотел бы помочь может открыть там проект перри соответственно приглашать людей учиться вместе тогда то есть я готов работать только не знаю как это правильно реализовать как то так что ты думаешь если тебе интересно ребят ну допустим в течение месяца выйдет видео в котором я расскажу что я замутил я сделаю тренинг для тренеров то есть люди которые хотят стать представителями моего проекта в ваших городах для вас я сделаю специальный тренинг возможно там еще и красочкин будет его вести и так далее вот и но это будет стоить денег да однозначно потому что фактически мы вас научим соблазнять потом еще научим вас учить людей вот если хотите стать представителями проекта то как бы пройти онлайн тренинг недостаточно я об этом все расскажу позже чем настойчивость отличается от навязчивости как определить границу между ними ну попробую правило трех нет применять чтобы я сейчас долго не объяснял сделай как-нибудь видео про знакомство вк в интернете как вообще зацепить за компом онлайн я это сделаю ребят и буду это продавать на блоге за деньги бесплатно такого видео не будет вообще я повторюсь в 105 раз что на самом деле знакомство в сети это полный бред но так или иначе это актуальная тема и у меня допустим на блоге на странице что написать девушке при знакомстве вконтакте очень большой трафик и как бы надо как-то людям дачи то что они хотят привет вова сделаю видео про френдзону не не буду делать видео про френдзону потому что ну как бы суть видео так понял должна быть такая же как выйти из френдзоны чуваки у меня позиция такая лучше никогда не входить чтобы потом оттуда не выходить вот есть какие-то техники да есть еще что то если люди приходят на индивидуальные консультации говорят вот у меня там девушка я с ней дружу но мне хочется перевести в что-то там да мы пытаемся с ними вместе как-то ситуацию поменять да но как бы вероятность не очень большая особенность френдзона затянувшись так тут еще осталось несколько вопросов девушка на первом свидании в кафе говорит фразу не смотри на меня я стесняюсь что это ее личные комплексы и что лучше делать в такой ситуации ну обычная какая-то фраза обычной девушки ну не смотри как я должен с тобой общаться ну она немножко замороченная возможно может быть она там таким образом складывать все ответственность скорее всего это малолетка и ну как бы что делать соблазнять дальше что делать что ты хочешь меня услышать чтобы я сказал что в этот момент надо перестать мне смотреть и сидеть общаться и вот так подхожу к тем кто нравится к симпатичным но они меня сливают постоянно отказываться самооценка падает настроение плохое слишком много подряд отказов каждый день может строить стоит подходить страшненьким они легко дают вообще короче перейди на это а не не дочитал вопрос я внешне не дотягиваю чтобы не говорил шансов нет блять чувак что за бред вообще не знаю короче с этого дня ты начинаешь жрать бич пакеты потому что они дешевые и доступные ебать бомжих что еще не знаю там съезжаешь в свои квартиры поселяешься в картонной коробке не знаю что за прикол то есть ну как бы значит нужно работать над собой что значит значит ну если я попробую у меня не получилось значит это не мое или что там я нет шансов чувак с таким отношением к жизни у тебя по жизни нет шансов не знаю блять работа над собой ищи где твоя проблема развивайся становись лучше качайся одевай шмотки дорогие прокачивай свое внутреннее состояние зарабатывай бабки не знаю живи отдельно иди к своим целям занимайся любимым делом да хуя чего занимайся спортом не знаю чувак ну как бы заниматься пикапом для того чтобы соблазнять тех кого тебе бог послал мне кажется это полный бред здорово вован я приглашаю девушек себе под предлогом покурить кальян или выпить чая но они сливаются говорят в другой раз и что то вроде этого не хватает опыта чтобы дождать что делать ну значит неправильно приглашаешь не своевременно и ну не в тот момент и не подкрепляя это каким там заинтересованностью или там возбуждением и так далее о привет буду рад если ответишь мне 18 лет я девственник как лучше все начать плаву жить могу делать подходы на улице но меня смущает что я не целовался даже не умею сказать девушке что у меня никого не было если да то как и когда покажешь лучше тебе девушку которая уже имела какой то сексуальный опыт однозначно это единственное что я сейчас могу сказать учитывая то количество времени которое у нас осталось то есть если тебе кажется что она тоже в детстве то это будет слепой с глухим будет разговаривать поэтому если знакомься продолжай как бы не стесняйся этого но не показывай им это как бы тебя не трясло как бы ты корям не целовался это твое это твой личный опыт либо его отсутствие в твоей жизни но все когда то бывает в первый раз и не надо париться просто поставь себе цель что вот не знаю за это лето я должен стать мужчиной перестать в детстве привет волос помоги разобраться у меня было то что называется битва за трусы с девушкой на очередном свидании поехали к ней домой и все началось хорошо поцелуй кинестетик петинг ну как дело дошло до секса она сказала что ты собираешься что ты собираешься делать я ответила ты как думаешь и пробовал подожмать на что нарезки негативно отреагивай сказал тебе лучше уйти идет подобные ситуации человек то есть девушка сложила себя ответственность что то делать то можно понятно что в thumbnail когда свет этой ответственность эта мебель повесила оборудовка соглаточка как думать дальше похищевать идем лучше делать и она concerned как они захотели принимать и murderer человек バалет на открытогоand что плохое дело я просто сделаю тебе массаж. Ничего такого, что сама не заходит. Да хрена, что можно было сказать. В данном случае ты реально, ну как бы, она говорит, я не шлюха, ты говоришь, не ты шлюха. А она говорит, ну ладно, тогда иди. Потому что я не шлюха. Короче, мужик, на этом, в принципе, очередной выпуск нашей смеха панорамы. Если есть какие-то книги толковые, многие писали про книги. Я про книги пока не буду, потому что у меня вообще с книгами больная тема, потому что в последнее время я ни хрена ничего не читаю, и меня это на самом деле раздражает. У меня нет времени даже писать свое сейчас. Я вот как-то стараюсь писать свое. И поэтому про книги пока ничего не буду говорить. Тем более, в последнее время, когда я читал какие-то книги, это в основном что-то там, как продвинуть канал на ютубе, там, не знаю, как выстроить отдел продаж, ну что-то такое по бизнесу. Короче, сейчас пикап, мы с саморазвитием не связаны. Ну, об этом не будем, то есть. В общем, наш выпуск «Смех и панорама» или как там она, со злым шамшурином сегодня подошел к концу. Ну, опять же, я сегодня начал очередной курс динамики семидневной. И когда ты делаешь динамику, иногда влазки-то странное состояние. То есть, как бы, ну, из тебя выходит то, что должно выйти. Вот сегодня был первый день, я пусть не выспался, ты устрахался, там, ну, как бы, и, возможно, это следствие вот этого. Поэтому не обессудь. Если кому-то грубо ответил на ваши вопросы, я предпочитаю быть грубым, но честным, чем завуалированно и мягко стать кому-то лучше. И на тренингах я себя с людьми веду примерно так же. То есть, иногда им неприятно, больно и обидно, но это позволяет достичь самого максимально быстрого результата. Потому что, если я буду человеку врать, ну, пришел больной человек врачу, меня болит, ну, да ладно, что-то, все нормально, мне исправят, что-то, у меня все. Я говорю, да, чувак, у тебя болит, если ты сейчас не будешь пить таблетки, то ты сдохнешь через неделю, будешь еще там делать ингаляции, и он пойдет и будет это делать. Значит, смотри, еще раз подписывайся на нашу группу ВКонтакте, которую ты увидишь, ссылку под видео. Заходи, ставь лайки, да, заходи, мужскойблог.ру, читай статьи. Сейчас, одну секунду. Алло, я сейчас перезвоню себе. Сейчас перезвоню. Заходи на форум, общайся там, вот, и записывайся на тренинги, на живые, на онлайн, на любые. Пока я еще их веду, потому что такой прикол, что, возможно, через полгода-год я буду вести только самые дорогие индивидуалки, там, от 300 тысяч рублей и выше, потому что тот формат работы, который сейчас, сейчас получается так, что я живу жизнью моих клиентов, но у меня не хватает времени на свое. Меня это несколько поддрачивает. Итак, чувак, все ссылки для записи, они внизу под видео. подписывайся на канал, увидимся, пока. Счастливо. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин